так ребята сейчас у нас будет на распаковке вот такая штучка это у нас беспроводные твс ки от компании blackview заряжаемся мы 5 вольт 1 ампер версия bluetooth а 5 3 сразу скажу у меня нет ни в одном устройстве версии bluetooth а 5 3 поэтому вот это вот все не падай бобик я проверить настолько уж досконально пока не могу мне нужно найти хоть одно устройство которое будет у меня такая версия пока не нашел про 5 3 достоверно сказать не смогу есть ли она там так но как минимум смогу немножечко потестить показать как они по эргономике но и самое главное будут ли они выпадать из ушей потому что это было в недавних наушниках такой же формы просто провально из ушей выпадала сразу же и бесповоротно это у нас user manual на airbus 6 airbus 3 у меня выпадали из ушей так русский есть есть но я думаю вам на паузе можно будет даже почитать если кому очень интересно 4k даст почитать я думаю но и тем временем я переключаюсь на следующие ой не буду оккультуривать мы вытаскиваем сами наушнички во первых боксе больше ничего нет чего провод хотел сказать что нет нет смотрите как оригинально спрятали виде кружочка но молодцы так это у нас сами наушнички приезжаем поближе такой полупрозрачный верху бокса как только открываешь загорается диодик и видимо начинают наушники искать того к чему их подключить точнее то кладем смотрим что в боксе не понял контакты где а на самом донышке вон там внутри контактики все цивили шин два контакта и блестящее все так далее пробуем вставить в ухо и проверить ну если они считают что это хорошо держится значит у меня уж неправильно показываю теперь смотрим внимательно да не знаю насколько вы это все увидели но суть в том что у меня в ухе эта штучка держится вроде да но делаешь вот так и она выпадает короче это наушники опять не для меня а для тех у кого уши правильной формы у меня видимо с ушами какая-то фигня и нормальные формы видимо по мнению китайцев у меня в ушах не держится показываю еще раз направо вроде держится но делаешь все наушники выпадают но про эргономику мы думаю все поняли эргономика под мои уши никак не подходит теперь изучаем наушники просто близко первых вот здесь вот располагается такая сеточка попробую сделать чтобы стало видно вот я думаю вы увидели то есть фильтрация мусора спереди у нас тоже сеточка и два отверстия довольно таки крупных под звук сбоку у нас микрофон шумоподавление сзади видимо микрофон действующий хотя чисто теоретически может быть снизу еще и третий микрофон третий микрофон зачем не знаю ладно будем изучать рекламные плакаты компании но тем временем попробуем подключить их смартфон это у нас тоже был и так интернет вырубить ищем наушники связь устанавливается связь установлена проверяем что у нас есть во первых забыл посмотреть какого типа у нас варианта подключения и если есть многих это волнует поэтому показываю но в наличии обмен контактами сейчас бесполезен далее включаем программу ли ну а у для тестирования версии bluetooth а на смартфоне если в наушниках не спрятана информация то мы узнаем так ничего мы походу не узнаем что-то у нас какая-то фигня с программы напомнить позднее о извините был не тот режим так airbus 6 в режим аэси включен аэси и sbc поддерживаются протокол классические версия модуля bluetooth неизвестно заряд батареи соточка ну и вот если кто в этом что-то понимает я в этом особо не секу поэтому обсуждать не буду все что вижу то что есть лдак и си с биси это в смартфоне в наушниках аэси и sbc и все нужно будет проверить другим смартфоном чтобы понять нет ли у них случайно какого-то хитрого кодека типа aptx в общем все понятно играет хорошо играет очень хорошо я бы сказал но прослушать это я вам дать не могу иначе меня youtube очень сильно начнет ругать но могу сказать так что если бы они в ушах держались то я был бы за них я бы просто с ними бы все время и ходил ладно от этого смартфона мы их отрубаем подрубаем к смартфону который умеет работать с навороченными кодеками к сожалению мтк такого не умеет airbads 6 подключаем это вообще устройство чисто для китая в россии не продается отмена а как у нас протокол узнать мена так проверяю но в общем получается что нету здесь оптикса потому что он был подключился по оптиксу а он этого делать не хочет подключился по sbc и говорит что другого ничего не поддерживается то есть то что ему приятно он подцепил это sbc многие говорят что это кодек тоже очень хороший но я честно говоря понимаю что оптикс мне как-то сердцу ближе короче резюмирую пока для распаковки исполнение у них конечно очень шикардосное выглядит все очень красиво многоцветный диодик встроен вот сюда я думаю видите да что он сейчас пытается найти устройство поэтому мигает двумя по очереди синим и красным в инструкции была табличка с кодами этого всего как им пользоваться и так далее то есть устройство готово к использованию на сто процентов но для тех у кого в ушах оно будет держаться поэтому на мой взгляд лучше всего такие наушники покупать с примеркой в магазине то есть там где вам дадут их померить если вам не дадут их померить вы должны иметь резервный вариант например как у тебя родственника с правильными ушами которому можно их подарить вручить не знаю продать там еще что-нибудь а так конечно сделано не зашибись идея с боксиком с прозрачной крышкой создает такой элегантность что ли или красоту заряжаться они должны очень шустро потому что компания про это во все рекламировала я это само собой проверю но только когда найду переходнички у меня есть переходнички на такие наушники их сожалению придется снимать когда ставишь их зарядку если еще подойдут поэтому с распаковкой думаю покончено оригинальная гарнитура но подходящий не ко всем ушам заряжается кстати она через тайп си коротенький кабель тайп си у нас в наличии никаких удлинений просто тайп си и все компания заявила что они заряжаются очень быстро и сами наушники в боксе и бокс от розетки но это осталось проверить сделать обзор всем спасибо всем пока это латуха желаю удачи тем у кого такие уши им наверно зайдет потому что звук реально очень хорош с на этими с переходничками я думаю будет вообще шикардос только надо их найти всем пока так так вот вот в вот Продолжение следует...